Привет, мой дорогой друг! И сегодня мы поговорим о том, как похудеть, либо топ-10 простых правил для похудения. Как быстро похудеть, но при этом не навредить своему здоровью? Этот вопрос задают многие, особенно в начале весны. Отметим, что универсального способа похудеть нет, ведь у каждого свои особенности организма. Но не стоит забывать, что здоровое питание и физические нагрузки полезно абсолютно для каждого. Правило первое. Приступая к любой диете, проконсультируйтесь с врачом. Даже если вы уверены в своем железном здоровье, никогда не будет лишним убедиться в том, что перемена образа жизни не скажется на нем в худшую сторону. Правило номер два. Ставьте перед собой достижимые и реалистичные цели. По данным медиков, у людей с лишним весом потери всего лишь 5-10% веса может значительно улучшить здоровье в целом. Тот же процент массы тела, потерян в кратчайшие сроки, способен спровоцировать обострение или развитие ряда заболеваний. Поэтому начните с того, что поставьте себе цель потерять пару килограммов за месяц, даже если ваш лишний вес измеряется в десятках кило. Правило третье. Определите причины, которые провоцируют вас на переедание или же ведут к тому, что вы бросаете упражнения. Постарайтесь исключить их. К примеру, приносите на работу только полезную пищу. Тогда не будет соблазна съесть чего-то вредного и тем более переесть. Ведь порция у вас определенная. Правило четвертое. Если вы раньше питались в ресторанах и кафе, или покупали полуфабрикаты, избавьтесь от этой привычки. Научитесь готовить. Это даст вам возможность экспериментировать с различными специями, чтобы добавить аромат к продуктам питания, а также освоить низкокалорийный рецепт. Правило пятое. Не выбирайте диету, а стремитесь изменить свои привычки. В рационе питания составьте свой личный пищевой план. Узнайте, сколько порций каждой группы продуктов необходимо для поддержания вашего здоровья. Фрукты, овощи, цельные зерна, белки и полезные жиры являются важной частью вашего ежедневного питания. Не забывайте об этом. Правило шесть. Не используйте таблеток для добавок, для похудения. Диетические добавки слишком легко становятся важнее здорового образа жизни. Вместо них ешьте поливитамины, которые помогут обеспечить ваш организм необходимыми микроэлементами и минералами. Правило седьмое. Не пропускайте завтрак. Ваше тело нуждается в топливе для запуска здоровой утренний перекус, позволит вам начать день правильно. Еда пополнит запасы глюкозы в вашем организме и в вашей мышце получит необходимую энергию. Правило номер восемь. Ешьте меньше, но чаще. Таким образом, ваш организм начинает ускорять обмен веществ, сжигая калории быстрее. Помимо этого, мини-порции могут предотвратить переедание. Питайтесь не торопясь. Доказано, что сигнал о насыщении с желудка до мозга доходит в течение 20 минут. Правило девять. Старайтесь больше двигаться, даже если вы регулярно занимаетесь фитнесом в тренажерном зале. Ходите пешком, танцуйте, катайтесь на роликах, велосипеде. Десятое правило. Узвешивайтесь, измеряйте объем каждые 15 дней. Это позволит вам увидеть положительные результаты, которые могут быть не столь заметными. Если вы будете делать это чаще, хорошо также фотографироваться с этой же периодичностью. Подобные фото – наглядные свидетельства вашего успеха. Из 10 правил, которые вы начнете соблюдать кардинально, изменят вашу жизнь и вашу фигуру. Постепенно вы начнете чувствовать себя все лучше, бодрее, и ваш организм начнет получать жизненную энергию. Таким образом улучшится у вас настроение, вы начнете чувствовать себя хорошо, и день будет проходить благополучно. Не откладывайте в долгий ящик, обязательно попробуйте применить в свою жизнь эти 10 правил. Оставляйте свои комментарии о том, пользовали ли вы в своей жизни какие-либо диеты, и почему бросили, каких результатов достигли. На этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!